Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании «Зикмилл» и с вами я, Артур Идиатулин. ЕЦБ провел вчера очередное заседание. Хотя действительно прогнозы по ВВП были понижены, эту медвежью часть отчета рынок пропустил мимо ушей, так как это была довольно-таки ожидаемая информация. Напротив, инвесторы сосредоточились на словесной оценке главы ЕЦБ Марио Драги темпов восстановления экономики и комментариев по поводу инфляции. После июльского заседания дела у базовой инфляции складывались не слишком хорошо. В июле показатель снизился сначала до 1,1%, а затем дополнительно замедлился до 1%, таким образом не оправдав ожиданий в августе. Возникла неопределенность по поводу того, как ЕЦБ отреагирует на эти изменения, поэтому рынок это закладывал отрицательным образом для евро. Однако, комментируя инфляцию на пресс-конференции, Драги сначала сохранял нейтралитет, говоря, что инфляционные показатели в целом не изменились, но сдержанный оптимизм прокрался на рынок после формулировок о том, что ценовое давление на внутреннем рынке усиливается, его охват растет и о том, что неопределенность вокруг будущей инфляции отступает. По словам главы ЕЦБ, ожидается, что к концу года продолжат складываться благоприятные условия для инфляции и что в среднесрочной перспективе она продолжит расти. Что еще более важно, Драги положил конец этому пессимизму относительно данных по инфляции в июле и августе и заявил, что ЕЦБ ожидает значительное улучшение именно в базовой инфляции, то есть той инфляции, которая исключает цены на волатильные продукты, такие как продукты питания и энергоносители. По программе скупки бандов ничего нового, Драги пообещал снижение объема скупки активов до 15 млрд евро в октябре и завершение программы к концу 2018 года. Акцент на итальянском кредите также нейтрализовал ту часть медведей, которые продавали евро на политической нестабильности в Европе. Драги приподе настроений инвесторов напомню, что итальянские власти согласились придерживаться бюджетных правил ЕС и угрозы распространения кризиса Италии на всю Европу нет. В свою очередь доллар, потерявший всякую чувствительность к положительным сюрпризам на экономическом фронте, столкнулся с первым серьезным напоминанием о пределах расширения американской экономики. Потребительская инфляция в США резко затормозила в августе, как показали данные, вышедшие вчера в четверг. Вот эти данные. Базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, замедлилась до 2,2%, значительно отстав от прогноза. Замедлилась и общая. Широкий показатель инфляции состоит до 2,7%. Эти данные последовали за замедлением в производстве инфляции, которая вышла в среду. Эти показатели также у нас показали, что производители сталкиваются с снижением цены, то есть со снижением спроса, и поэтому вынуждены понижать цены. Источником умеренных данных стала плохая инфляция на текстиль. Вот представлены данные по инфляции за август. И тут показано по каждой категории товаров, как изменилась инфляция по сравнению с июлем месяцем. Вот можно видеть, что цены на текстильную продукцию у нас упали на 1,6%. По основным товарным позициям также наблюдалась дефляция. Вот этот показатель. Она ставила 0,3%. Также на умеренные данные по инфляции за август повлияли цены на медицинские услуги, которые у нас также не смогли вырасти. Интересно также, что спрос на автомобили, на новые автомобили, он у нас практически не изменился. Это показало изменение по инфляции, которое составило 0%. Это говорит о том, что по сравнению с инфляцией на поддержанные автомобили и грузовики, где инфляция у нас выросла на 0,4%, что потребители предпочитают более дешевые товары длительного пользования, то есть автомобили. И это, конечно же, говорит об отрицательной тенденции в потребительском спросе. Основную часть инфляции формируют услуги, в то время как базовая инфляция по товарам, как показывает этот график, она у нас находится на уровне 0%. Как вы видите, вот этот разрыв в инфляции, который сейчас показывает нам общие данные по базе инфляции, он как раз-таки формируется за счет инфляции именно на услуги. Что касается тарифов, которые у нас являются мощным источником инфляционного давления, то замедление инфляции вот на этом фоне, на фоне действия тарифов, может говорить об истощении потенциала потребительского спроса в США. Другими словами, бремя тарифов, которые возложили на плечи потребителя, может в один момент оказаться непосильным. И теперь, когда появляются признаки, что главный опор американской экономики начинает прогибаться, то американским властям и монетарным органам действовать придется намного осторожнее, как во внешнеполитическом отношении, то есть Трампу нужно будет отношения с Китаем выстраивать более аккуратно, избегать резкой эскалации торговых войн, в то время как ФРС нужно будет внимательно следить за развитием инфляции и также убирать более мягкие и осторожные монетарные меры. Разумеется, подобное предупреждение можно парировать тем, что данные по оплате труда за август, который у нас вырос в 0,4%, против прогноза в 0,2%. Они отрицают наличие неминуемой опасности, о котором говорит нам потребительская инфляция. Однако, если учитывать, что фирмы обычно реагируют на изменения агрегированного спроса после того, как в нем произошли изменения, и после этого они начинают подстраивать зарплаты, то можно полагать, что оплата труда будет чуть отставать от развития инфляции. ФРС, вероятно, получил сигналы о возможном замедлении инфляции в августе, который мы сейчас наблюдаем. Именно поэтому Джерми Пауэлл сообщил в своем выступлении в Джексон Холл о намерении не спешить с повышением ставки и допустить возможность перегрева в американской экономике. В конце сентября состоится заседание ФРС и повышение ставок на этом заседании гарантировано. Однако спекуляции по поводу влияния новой порции данных по инфляции именно на прогнозы ФРС на будущий год, они как бы создают сейчас почву для развития негативного сценария по американскому доллару. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.